Пара проживала вместе более 35 лет, отношения не оформляли. Проживали в частном доме, а квартиру гражданского супруга сдавали. Гражданская супруга ежемесячно получала пенсию в размере 7 тысяч рублей. Этих денег ей на жизнь не хватало, и поэтому она находилась на содержании у гражданского супруга. Он перечислял ей деньги, которые получал от сдачи своей квартиры. Мужчина умер. Женщина обратилась к нотариусу для получения наследства и параллельно обратилась в суд для того, чтобы признать, что она находилась на иждивении у гражданского супруга, а также иск о признании права собственности на его квартиру. В суде женщина пояснила, что является нетрудоспособной и больше года находилась на иждивении у гражданского супруга. В силу пункта 3 статьи 1148 ГК она относится к наследникам восьмой очереди, так как других наследников у гражданского супруга нет. Департамент городского имущества обратился с встречным иском о признании квартиры выморочным имуществом. Суд первой инстанции женщине отказал. С ним согласились Московский городской суд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. С нежестоящими инстанциями не согласился Верховный суд. Он обратился к разъяснению пленума о судебной практике по делам о наследовании. Находящимся на иждивении может быть признано лицо, которое на протяжении года находилось на полном или частичном содержании покойного. Иждивенец может иметь другой источник дохода. Нужно оценивать соотношение собственного дохода и оказываемой наследодателем помощи.